Все, приветствую на своем канале, меня зовут Полина, и сегодня я хотела бы поговорить о тревожности. Я сама очень тревожный человек, на самом деле, в принципе, я по жизни очень часто сталкиваюсь с этим чувством. Сейчас в мире очень повышенная тревожность, и я хотела бы дать пару советов от меня, как справляться с этой тревожностью. Я не могу сказать и обещать, что вы избавитесь от этого чувства навсегда, в принципе, от этого чувства навсегда избавиться невозможно. Я дам советы, как во время испытывания тревоги помочь себе и облегчить ощущение, чувство, свое состояние сделать лучше. Вообще-то, во-первых, я хотела дать совет, что нужно обязательно заниматься спортом. Не обязательно ходить в зал, я не знаю, то есть вы можете дома открыть какую-нибудь тренировку и просто уделить немного времени себе и позаниматься. Это, правда, очень помогает. Я знаю, что, в принципе, времени не так много, но надо уметь находить время для себя. Это очень важно. Главное, что у вас есть, это вы, и вы должны как бы помогать самому себе. Также, на самом деле, от тревожности очень помогает быт, бытовые дела, очень помогает отвлечься, как бы странно это ни звучало. Также я хочу вам посоветовать удалить все каналы новостные. Ограничьте себя от всех новостей. Понятно, что хочется быть в курсе всех событий, в курсе вообще быть всего, но мой вам совет личный, на опыте проверенный. Я очень много читала новости, и мне это точно от этого лучше не стало. То есть, ну, по факту, да, я получаю какую-то информацию, но от того, что вы узнаёте это и получаете эту информацию, какая вам от этого польза? Вы не измените от этого ситуацию. Вы сделаете хуже только себе. Просто постарайтесь абстрагироваться от этого всего. Это, правда, тоже поможет просто лишний раз не волноваться. Также я могу посоветовать медитации делать, те же самые дыхательные медитации. В принципе, разные есть медитации, аффирмации слушать. Это помогает очень, правда. Я делала, и у меня улучшился сон, понизилась тревожность. Вообще, мне было лучше гораздо. Это найдите самую короткую медитацию в Ютубе 10 минут, 20 минут, и просто делайте перед сном. Это никак не нагрузит, то есть вы легли, включили медитацию. Возможно, есть медитации, под которыми можно спать, аффирмации, как вариант тоже, если совсем нет времени. Поэтому попробуйте, это, правда, помогает очень сильно. Ещё один очень главный пункт, который поможет вам уменьшить вашу тревогу — это придерживаться режима. Вообще, я сама раньше абсолютно не следовала режиму. Я ложилась в 2 ночи, в 3 ночи, просыпалась там в школу в 7 утра, в 8 утра. И что я получала? Во-первых, ужасное состояние разбитое, просто отвратительнейшее. Плюс действительно повышенная тревожность. Это очень влияло. Во-первых, это влияло на мою самооценку, на моё самочувствие именно в физическом плане. То есть у меня болела голова, у меня, в принципе, всё было плохо. И также, конечно же, повышалась тревожность, особенно по вечерам у меня повышалась тревожность. Это было, конечно, совсем не весело. Поэтому, правда, советую. Причём режим это не должен быть именно какой-то, допустим, 8 часов в день. Это вы должны ложиться каждый день в одно и то же время. То есть я ложусь каждый день в 11 часов вечера и просыпаюсь в школу в 7.40. Вот. Мне хватает, в принципе, это для того, чтобы выспаться. То есть как только я ложусь позже, я чувствую себя плохо. То есть ложиться вы должны где-то до 12, максимум в 12. Да, уроки, какие-то дела, работа, что только может быть. Но поберегите себя, своё здоровье, потому что режим — это очень-очень важно на самом деле. Как только вы выстроите свой режим, вы просто очень сильно почувствуете изменения. У вас будет больше энергии, у вас будет больше... У вас уменьшится тревожность, стрессоустойчивость больше будет. Хорошее самочувствие, самооценка сразу вырастет. Вот просто поверьте мне на слово. Просто попробуйте пожить несколько недель в хорошем режиме, и вы увидите результат. Это правда так. Также для уменьшения тревожности могут помочь ваши хобби. То есть, например, если вам нравится рисовать, лепить, также снимать видео, к примеру, я не знаю, писать рассказы, разные хобби есть, бисер, картины по номерам, всё что угодно. Занимайтесь этим. Уделяйте этому небольшой промежуток времени в день, и это тоже очень поможет, это очень отвлекает вас. Это правда, это очень отвлекает. И, в принципе, вам сразу станет легче в моменте, если у вас приступ тревоги, то просто сядьте за любимое дело и погрузитесь в это. Это поможет. Ещё один советик от меня — это введение дневников, дневник благодарности, дневник чувств и эмоций. Дневник чувств и эмоций — это один дневник, дневник благодарности — это другое. Итак, сначала расскажу про дневник благодарности. Вы должны... Я не люблю слово «должны». Вы не должны ничего никому, конечно. При вашем желании вам следует каждый день писать по пять благодарностей, за что вы благодарны этому дню. То есть, например, вы благодарны этому дню за то, что посмотрела такой-то фильм. То есть, прям до мелочей. Какие-то небольшие хорошие моменты дня. И вы благодарите этот день за эти хорошие моменты. Например, даже «я благодарна этому дню за то, что съела там вкусный маффин». Это тоже как пример. То есть, таких мелочей. И пишите пять, но можно и больше. То есть, желательно больше, конечно, если вы можете. Но пять — это вот минимально. Про дневник мыслей и чувств. Я на диктофон. Иногда, когда мне там нехорошо, или я испытываю какие-то негативные эмоции. Либо просто в конце дня я наговариваю то, что я чувствовала. То, что я чувствую, возможно, сейчас. Выговариваюсь, в общем-то, если так это можно назвать. И это тоже очень помогает выплескивать свои эмоции негативные. Вы также можете рассказывать не обязательно про негативные, а ещё и про хорошие эмоции, которые вы испытывали. Это очень тоже хорошо. Также вы можете следовать своей цели. Например, если у вас есть цель поступить в какой-то университет, сдать хорошо экзамены и прочее. Если есть какая-то цель, идите к этой цели. Потому что вот это вот целеполагание, оно очень помогает тоже отвлечься, абсоргироваться от каких-то негативных событий. И, в принципе, в общем-то, очень даже хорошо. Ещё один очень важный совет на самом-то деле, который мне помогает. Мне про него сказала моя мама, она у меня психолог. Опять-таки я повторюсь, что я очень сильно тревожный человек. Я очень часто испытываю спонтанную тревогу, даже не по каким-то определённым событиям, а просто рандомную, непонятно из-за чего. И когда я начинаю испытывать эту тревогу, я пугаюсь, я понимаю, что мне сейчас будет плохо. И я начинаю с ней бороться. То есть я подсознательно начинаю отталкивать её, как-то убирать, пытаться. Типа всё, забудь-забудь, там всё, успокойся или что-то подобное. В общем-то, бороться как раз. И на самом деле вот вы боретесь, да? А можно просто её принять. То есть дети подумают, что да, есть тревога, я её принимаю. Не обязательно с ней бороться. То есть вообще не нужно с ней бороться. Просто подумать о том, что да, я чувствую её. И я понимаю, что она сейчас у меня есть. И я её принимаю. Просто вот так вот вдох-выдох, и всё будет хорошо. То есть мне очень помогает это. Я сразу чувствую, как у меня немножко поуслабло. И дальше мне становится лучше. То есть не бороться, а принять. Вы можете даже представить эту тревогу как какого-то персонажа, на самом деле. Тоже есть такая практика. Поговорить с ней, как бы эта страна не звучала, но это тоже может помочь. Потому что психологи это используют как какую-то практику, в общем-то. Также я хотела бы ещё сказать, что когда вы начинаете ощущать панику, тревогу, попробуйте. Во-первых, все мои советы перед этим тоже очень актуальны. Их обязательно надо делать. Но если некогда, во-первых, принять. Это тоже, это быстро очень сделать можно. То есть также навязчивые мысли могут, наоборот, к учащённому дыханию приводить. Ваша задача — вдыхать и выдыхать, и концентрироваться на этом процессе. В принципе, я думаю, что на этом мои советы закончились. То есть я перечислила то, что я ощущала на своём теле. И дала вам какие-то свои личные советы, которые помогают мне. Я очень надеюсь, что вам они тоже помогут. Если у вас есть какие-то личные советы, как справиться с тревогой, стрессом, паникой, то пишите их тоже в комментариях. Потому что я думаю, что если вы начнёте друг с другом делиться этими советами, то кто-то может найти тоже себе какие-то... Ну, вы можете кому-то помочь, и вам может кто-то помочь. Просьба поставить этому видео лайк, чтобы оно распространилось, и, возможно, помогло кому-нибудь. И я надеюсь, что оно поможет вам. Вот. Всем спасибо большое за внимание, и всем до новых встреч. Пока.